Ну что, девочки дорогие, мы сегодня с вами в Заре. Здесь уже распродажа бурлит и, по-моему, заканчивается. Я кое-что себе купила онлайн, и вам покажу потом. Но вот пришла, и кое-что я пришла сдавать, потому что мне не всё подошло. Поэтому я принесла кое-какие вещи назад и решила пройтись, посмотреть, что здесь есть. Здесь довольно такой большой беспорядок. И трудно что-то найти, но я постараюсь. Если что-то найду, мы с вами примерим. А если не найду, то просто поснимаю вам уже, наверное, новую коллекцию. Потому что снимать на распродаже очень трудно. Потому что вы сами видите, что просто какое-то так много всего. И совершенно ничего не понятно, что здесь к чему. И вообще, в основном вещи-то остались все очень маленьких размеров. И вот видите, всё смол до смол до экстра смол. И уже, так сказать, остатки. Какие-то такие странные платья с голыми спинами. Ну вот, довольно много свитеров. Ну хорошо, давайте я сейчас посмотрю, что-нибудь я найду или нет. А потом уже я с вами, мы пойдем с вами в примерочную. Так, ну что, девочки, мы в примерочной. Я себя особенно не показываю. Я очень сегодня по-простому в джинсах, в свитере, в моем пуховике. Я взяла несколько вещей. Интересные такие брючки. Интересненький такой жакетик. Там какие-то свитерочки. В общем, всё такое интересное. Вы знаете, очень мало всего. Практически нет размеров. И вообще уже всё, весь сейл уже практически прошёл. Всё разобрали. У нас разобрали всё с такой скоростью, что вообще особо не на что смотреть. Но, тем не менее, кое-что я нашла в основном брюки и одну юбку. Давайте будем примерять. Так, первый образ. Вы знаете, у меня что-то в последнее время какое-то однообразие пошло. Вот всё вот такие вот брюки я примеряю. Причём сначала в кост, потом мини-кло, теперь в зале. Ну, как-то, знаете, иногда бывает какое-то такое настроение. Тянет на какой-то вот такой вот классический стиль брючат. Причём, ну, просто, не знаю, мне они сейчас нравятся как-то. И мне вот нравится вот эта вот идея вот с такими вот защипами. И посмотрите, как сделан пояс. Я специально надела этот коротенький свитерок. Он очень короткий. Не очень удобный, потому что он прямо очень короткий. Но посмотрите, как я специально надела, чтобы вы посмотрели, как здесь сделан пояс. Я ещё вам на вешалке покажу. Он, видите, вот такой вот грубо обрезанный, как будто бы икс с этим, с частью, вот эта вот внутренняя, которая часть пришита у него, она выглядывает наружу. В общем, мне очень они нравятся, эти брюки. Так, смотрите. В принципе, с коротким свитерочком этим ничего. Если вниз надеть какой-то топ, в любом случае нужно надевать топ, потому что он прозрачный. Свитер-то весь в дырочках. И заправить вот сюда, да, и вот этот свитерок. В принципе, неплохо вместе с этими брюками. Брюки очень классные. Просто очень классные. Мне они так нравятся. Сзади. Так, смотрим сзади. Вроде неплохо, да? Так, здесь это этикетка, все, в общем, ну, короче, очень, очень все неудобно, но, по-моему, по-моему, неплохо. Даже великоватый мне как-то, хотя это ларч. Смотрите, какой интересный жакет. Вы знаете, что? Это размер смола. Но он не чувствуется маленьким. В чем он интересный? Посмотрите, как он сделан. Он как будто бы с двух слоев. Такой мужской жакет. Он не очень хорошо с этими брюками выглядит. Надо с чем-то другим. У меня сейчас другие брюки есть. Я попробую примерить. Светлые брюки. Посмотрите, как он интересный. Он так вот здесь завязывается. Я не пойму, есть ли какие-то пуговицы. В общем, он весь такой, видите, как будто бы дистресс. Ну, как будто бы рваный. И как будто бы вот жакет один. И у него сверху как будто бы надет еще один. У него нет воротника. И он вот так вот интересно завязывается. Очень интересные вещи. Очень интересные. Очень прикольные. Вот я люблю Зару за то, что у них есть вот такие вот офигенные вещи необычные. Ну, это смол, представляете? Он мне нормальный. Я думала, не буду, буду, не буду. Маловато. Мне кажется, что он мне как раз. Сейчас я его навешиваю, я вам покажу. Это будет понятно. Так, смотрите, светлые брюки вместе с этим жакетом. Брюки классные, но мне большие. Ну, во-первых, длинные. Во-вторых, они мне большие. Это экстра варч. И они на мне прям болтаются. А жалко тоже такие интересные. Вот с таким вывернутым поясом. Прикольные штанцы. Ну, великоваты мне. Жаль. А жаль. Ну, вот так вот выглядит этот пиджак с другими брюками светлыми. Мне кажется, так интереснее. Так, в жакете 35% из козы. Все остальное синтетика. Но посмотрите, как он интересно скроен. Вообще, вот смотрите, размер S. Вот его номера. Он стоил 150 долларов. Сейчас 25. 25, 29, 26. Смотрите, как он интересно. Сколько интересных в нем деталей. Такой он весь необычный. Вот так вот он завязывается. Мне прямо очень нравятся такие вещи. И вот посмотрите, здесь видите, у него такой необработанный край. И здесь как будто внизу надет другой жакет. Похожий расцвет. Это очень прикольно. Я не видела его, когда он был в магазине. У нас за полную цену. Вот так он выглядит сзади. Тоже как будто бы два пиджака. Вот здесь вот зашипен. Как будто бы два пиджака надеты один на другой. Очень прикольно. Мне и я люблю такие вещи. Обожаю. Так, смотрите. Эти брюки очень классные. У них 45% шерсти. Видите, вот как они сделаны здесь сверху. Тоже так, дистресс. Это размер large. И вот они стоят 129. И я не уверена, что они на распродаже. Потому что этикетки другой нет. Может быть, они и не на сейле. Я даже не знаю, если я видела еще такие. Посмотрим. Я спрошу на кассе или вот сейчас на выходе у девочки-продавца. Спрошу и потом вам напишу. Они на сейле или нет. Но они стоили 129. Они полушерстцами. Брюки очень хорошие. Посмотрим. Посмотрим. Ну и очень интересный вот этот. Очень интересный фасон такой, знаете. Вы знаете, топик не совсем уж такой простой. В нем 46% хлопка. И 12% вискозы. Есть металлическая нить 9% и 33 плестр. То есть в нем много натуральных тканей. Значит, размер large 17 долларов. 18, он сейчас стоит 156. Очень симпатичный. Коротковат только немножко. Не знаю. Неудобный в носке. Не знаю. Смотрите, на брюках. Брюки эти 68% лен и 32 вискоза. Очень хороший состав. Но тоже нету цены. Я подозреваю, что, возможно, они тоже не на распродаже. Но они мне все равно большие. Это размер extra large. Тоже спрошу и напишу вам, есть ли они на сейле или нет. Здесь вообще нету никаких этикеток. И вот они такой лен с вискозой сделаны. Очень интересно. Тоже, видите, как будто этим поясом наружу вывернуты. Очень прикольные брюки. Но мне велики. И я не знаю, сколько они стоят. Хороший состав. Лен вискоза. В общем, приятные штаны. Девочки, пишу вам короткий апдейт. Значит, обе пары брюк стоили 18 долларов. 18 долларов. Те, которые полушерстяные, которые стоили 129. Сейчас они стоят 18. И вторые, которые лен с вискозой, тоже стоят 18 долларов. К сожалению, они мне большие. Размеры extra large мне великоват. Поэтому я их не взяла. А вот синенькие полушерстяные за 18 долларов, конечно, почему бы нет. Так, еще один комплект. Что-то у меня все летнее какой-то. Белые брюки. Вот эти, кстати, брюки классные. Мне они так нравятся. И они мне по размеру и по длине хороши практически. Чуть-чуть-чуть длинноватые. Ну, прям чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. А может и нет. Если каблук повыше надеть, у меня каблук не очень высокий. Видите, вот такой. Не очень высокий. Ну, в общем, если надеть каблук повыше. И вот такой вот топик с бахромой. Чувствуется, как хлопчат бумажным. Но я не уверена. Очень прикольный такой топ. Он, в общем-то, как бы летний или под жакет какой-то. Очень классно выглядит. Черный с белым. Мне прям очень нравится. Такой прикольный. И брюки мне очень нравятся. Так сидят хорошо. Сейчас посмотрю сзади. Мне кажется, они очень-очень неплохие. Так, вот он. Полный рост. Хорошие брюки. Так, вид сзади на брючки. Как вам? Мне кажется, неплохо. Совсем неплохо. Еще-таки обахромой прикрылась. Вполне, даже вполне ничего себе такие, правда? Так, такой интересный, очень даже приятный жакетик. Размер экстра-лардж. С легкой такой, с легкой такой блестиночкой. И сделан из очень интересной ткани. Посмотрите, видите? Он вот здесь внизу. Вот здесь вот. У него такая вот планка шелковая. Кнопочки. Можно застегивать, можно нет. Это размер экстра-лардж. Он мне очень нравится. Значит, у него есть подкладка. Сверху он сделан вот из чего-то такого нарядно-прозрачного. Он такой немножко приталенный. Сейчас он совсем не выглядит как экстра-лардж. Можно было бы и лардж. Хотя, в принципе, я надела его на этот топ. Топ такой толстый. Но если надеть его без ничего, то тоже неплохо. Сейчас я вам сниму его и покажу, какой он интересный. Так, смотрите. У него есть немножко вискозы в составе. В составе вот подкладки. Подкладка сделана такой трикотажный, как будто бы трикотаж. Здесь вот такой вот пришита планка блестящая, атласная. Снаружи и здесь внутри. И вот он застегивается на такие вот кнопочки. Ткань такая интересная. Вроде как кружево с какой-то такой оборочкой и блесткой. Знаете, как нарядная такая вещь слегка. Вот накинуть на какое-то платье. Значит, стоит он 36 долларов. Размер экстра-лардж. Сколько стоило, не знаю. Но мне нравится вот так нарядная такая вещь, которую, знаете, вот какое-то платье легкое. Когда вы куда-то идете, вы надеваете, а сверху вот накинуть вот такой вот в качестве... В качестве такой накидки. В принципе, ничего, так интересно, симпатично. И цена не страшная. Сидит неплохо такой интересный. Мадамский такой жакетик, мадамский. Так, топик синтетический. Стоит 18 долларов. Размер large. Ну, обычный. Просто такой вязанный, симпатичный такой жилетик, как будто бы. С такими вот... С такой вот бахромой. Я вообще люблю вещи с бахромой. Меня они в последнее время очень нравятся, как ни странно. Так, смотрите, какой интересный топик паутинка. У меня нету ничего вниз, но я так буду не очень себя показывать. Он, знаете, такой как будто бы ободранный, асимметричный, обгрызенный здесь. Вот видите, резинка, а здесь раз, и вот такой вот по-другому. Ну, в общем, короче, это размер medium large. Он очень большой. Мне кажется, что если бы я взяла себе такой-то, мне нужен был смол, экстрасмол, потому что он огромный. Он просто огромный. Огромный. Хотя белый с белым выглядит неплохо. Красивая у него вязка такая. Паутиночка такая, в общем, симпатичный свитер. Я бы, может быть, по еще меньше размер. Потому что он очень большой. Но я думаю, что и меньше размер тоже будет очень большой. Все-таки оверсайз должен быть в меру, когда это уже прямо как мешок вот такой. Вот это как-то, мне кажется, слишком... Даже немножко слишком. В этом свитере 10% шерсти. И он стоит сейчас 13 долларов 165. 165 и medium large. Видите, у него размеры... Может быть, если бы я брала, то экстрасмол-смол. Потому что он реально очень-очень-очень большой. Но симпатичный, интересный. Видите, какая-то у него такая интересная. Интересно он как-то сделан. Симметричный. Но очень огромный. Мне кажется, что экстрасмол-смол тоже будет очень большой. Ну, как бы too much. Too much. Смотрите, какая интересная туника. Это размер medium. Но она большая довольно. Такая этническая. Я даже не знаю, может быть, это имеется в виду, что-то такое пляжное. Мне она очень нравится. Просто очень. И она недорого 6, $20, наверное. Посмотрите, как классно она выглядит вот, допустим, с белыми брюками. В принципе, ее нужно носить как платье. Она не такая уж и короткая. Но можно носить и с брюками. Вот. А можно носить и как платье. Потому что по длине, смотрите, по длине она, в принципе, вполне как сойдет, как такое мини-платье. Если с черными колготами надеться, то будет очень прикольно. Очень интересная вещь. Необычная такая, прикольная. Я люблю такие странненькие вещички. Так, в топе, по-моему, 82% вискоза или что-то такое. То есть он практически полностью сделан из вискоза. Вот он стоил сейчас 20 долларов, стоил 80. Ну, не знаю, может быть, это имеется в виду и платье. Ну, вот, размер medium. Ну, он большой. Он объемный такой, широкий. Почему я считаю, что это топ, туника, не знаю. Потому что мне как-то на платье оно не тянет. Но оно сделано из вискозы. Практически полностью из вискозы. Интересная тоже штука такая. Так, брючки 19 долларов. Все стоят 20. 19, 20, 19, то ли 65. В них что-то там какая-то часть вискозы. Но в основном эластан, размер large. И они прям реально, реально хорошо сшиты, хорошо сидят. В общем, нравятся мне хорошие брюки белые. И не очень просвечиваются, знаете. Вот с белыми брюками проблема в том, что они светятся. А эти такие плотненькие. Видите, они не просвечиваются. Потому что здесь вот карманы не просвечиваются. Обычно, когда вот белые брюки такая тонкая ткань, не очень хорошая, у них карманы всегда вот эта вот внутри. Вот эта штука. Она всегда просвечивается. А здесь нет. Так что вот, хорошие брюки. Так, еще такой комплект. Топик. Маловат мне немножко. Medium. Эх, жалко. Был бы large. Он мне маловат. И вот эта юбка. Я ее когда-то примеряла с вами вместе. И она тогда была за полную цену. Она мне тогда очень понравилась. Но я не хотела покупать за full price. И правильно сделала. Потому что сейчас вот она на сайте. Я точно не помню. На ней нет этикетки. Но я ее видела на веб-сайте. Я вам сейчас скажу, сколько она стоит, когда буду ее показывать на вешалке. Она такая... Я примеряла ее с таким, помните, со свитером, который был с фольгой такой, знаете, серебристый свитер. И вот такая вот у меня вот эта юбка. Она немножко с такой серебринкой, видите. Она очень классная. Мне она очень нравится. Мне она еще тогда понравилась. Она стоила, по-моему, 56 долларов или что-то такое. Сейчас она стоит, наверное, долларов 18. Я сейчас проверю. Но мне она очень нравится. И вот этот топик, он такой, знаете, вот с этими даже белыми брюками тоже, наверное, было бы неплохо. Он, в общем-то, простой, но при этом вот такой вот слегка нарядный. Жалко, нет моего размера. Потому что медиа у меня очень в облипу. Видите, мне надо было ларч. Потому что на попе он у меня маловатый. Ну, так вот не видно, но я чувствую, поощущаю. Вот такой вот комплект. Такая вот юбка. Так, в юбке 80% вискозы. Видите, она вот так вот сделана сверху. И это был размер ларч. И на ней нет цены. Но я проверила, она стоила 56, а сейчас она стоит 20. Я помню, что я ее примеряла. Я помню, что она мне очень понравилась, когда я ее еще хотела купить за 56, за полную цену. Ну, вот хорошо, что не купила. Видите, у нее такие швы все сделанные, как будто бы наружу. Очень-очень модно. Это сейчас очень прикольная юбка. Прямо такая очень классная. Так, смотрите, топик стоит 20 долларов, 165. Это был размер медиум. Я вам скажу, что вот такой вот топик на шлейшках, он очень летний. Да, он здесь, конечно, все красиво сделано у него. Но я хочу сказать, что за 20 долларов можно купить брюки хорошие, вот такие. Юбку вот такую можно купить за 20 долларов. Ну, как-то это слишком такая летняя вещь, совершенно такая, знаете, на любителя. Поэтому я не знаю, как бы цена еще. Можно подождать, пока они подешевеют немножко, если останутся. А нет, так нет. Ну, все, дорогие друзья, вот такие у нас были сегодня примерки. Много интересных вещей еще на распродаже. Таких необычных и прикольных. Вот жакет, брюки такие интересные. Все, на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Вы не заскучали. И увидимся в следующем видео совсем скоро. С вами была Дита. Всем пока, бай-бай и здорово. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok